Сергей Николаевич Каськов. Конвенции и конвенционалистская методология. Учебник. Издательство. Директ-медиа. Данный учебник посвящен развитию мировоззренческих и методологических программ основных философских направлений. Анализируются как сами мировоззренческие и методологические программы, так и их эволюция, смена познавательных парадигм, когнитивных задач и ценностных установок. Особое место уделено конструирующему характеру познающего субъекта как необходимому условию формирования субъектно-объектной модели научного познания, которая является ведущей для постклассического и постнеклассического периодов развития науки. Автор раскрывает меру и степень человеческого присутствия в научном познании, без потери статуса научности и анализирует включенность в когнитивные процессы ценностно-мировоззренческих компонентов. Учебник предназначен для бакалавров, магистров, аспирантов, научных работников, преподавателей вузов и всех, кто интересуется философскими проблемами научного познания. Существа, способные устанавливать конвенции, суть существа и добровольные духовные. Карл Дюпрель. Конвенции разъедают нас насквозь, но есть конвенциональные способы преодоления конвенции. Станислав Ежелец. Нет никакой твердой почвы под ногами, есть лишь сопротивление глубины. Станислав Ежелец. Предисловие, смена парадигм и переоценка ценностей. Поворотный момент в области переоценки гносиологической проблематики статуса и механизмов работы научного мышления связан с работами зрелого канта. Побудительными моментами к этому послужили не столько и не только внутренаучные факторы развития науки, интерналистский вариант модели развития науки, сколько то. Что сейчас принято называть внешними факторами развития науки, экстерналистский вариант модели развития науки, а если точнее и шире культурологический подход. Именно неудовлетворенность и разочарование в просветительской установке в отношении к науке. Неоправдавшиеся надежды на науку и упрощенные представления процесса познания и механизма работы научного мышления послужили толчком к коперниканскому перевороту канта. Немаловажным обстоятельством послужило теперь уже общеизвестное положение о том, что ученые классического периода науки, контекст открытия, контекст исследования эксперимента подменяли на контекст принятия с искажением до 100%. Так, к примеру, демонстративное описание хода эксперимента делалось задним числом с единственной целью показать, что только такое проведение эксперимента и могло привести к именно такому результату. Другими словами, происходило переописание и реконструкция познавательного процесса и механизма работы научного мышления под полученный результат. Отсюда представляется достаточно плодотворным использование по данному вопросу методологических изысканий Гусерли, Лакатаса и Фиерабенда. В связи с этим представляется своевременным обозначить отношение к научному познанию, философии жизни, нетрадиционной философии, как к упрощению и двойной реконструкции, Ницше, Шопенгауэр, Дильтий, Бергсон. В связи с критическим отношением к науке в эпоху романтизма, Кант в рамках традиционной философии пытается выйти за рамки жесткой дихотомии, рационализма и эмпиризма. Критика науки у Канта выражается не только и не столько в том, что он познающего субъекта ограничил рамками трансцендентального субъекта. А в постановке задачи – построение метатеории, наукоучения, выявление условий работы механизмов научного мышления. Ядром метатеоретических рассуждений Канта стала трактовка структуры мышления трансцендентального субъекта и понимания истинности и знания как над индивидуального, общезначимого, интерсубъективного. Другим образующим фактором кантовского наукоучения явилось допущение «вещи в себе». Отказ от парадигмы познавательных процессов классического периода науки. В этой связи необходимо заметить, что рационализм и эмпиризм, как методологические программы, одинаково рационалистичные, сопровождаются у Канта введением иррациональной компоненты в свою систему «вещи в себе». Фихте, впрочем, как и молодой Шеллинг, сохраняют данные тенденции, пытаясь по очереди дополнить кантовское наукоучение природой и отказываясь от нее, как это в свое время дважды сделал Кант. Если метатеоретические рассуждения Канта приводят его к занятиям антропологии, то попытки построения наукоучения приводят Фихте, Шеллинга, а также Гегеля к абсолюту. Принято считать, что немецкая классическая философия является рационалистской философией как в области антологии, так и в области гносеологии. Но уже у Канта, в связи с изысканиями структуры сознания трансцендентального субъекта и построением наукоучения, появляется иррациональная компонента мироздания, вещь в себе. У Фихте иррациональная компонента связана с ней я в позднем периоде с пониманием абсолюта. У Шеллинга с бессознательной деятельностью интеллекта, абсолюта затем с переосмыслением статуса науки, философии и искусства, связанного с философией откровения. У Гегеля иррациональное образование выражается в самом общем и глобальном моменте, в противоречии между методом и системой, что признается в мировой литературе. По оценке неогегельянцев, гегелевская философия является в целом иррациональной философией, выраженной в рациональной форме, что было заложено в гегелевских теологических рукописях. Таким образом, в традиционной иррационалистической философии ярким примером, который общепринято, считать немецкую классическую философию. В связи с переосмыслением природы научного знания и статуса субъекта познания появляется иррационалистическая тенденция. В связи с изменением социальных условий в XIX веке, когда профессия ученого становится массовой, а интеллигент – наемным работником, не открывателем тайн и истин мироздания, а изобретателем. Конструктором истины, имеющим прикладное значение, прежде всего это было связано с обслуживанием военно-промышленного комплекса, меняется и отношение к самой науке и к субъекту научного познания. Такая ситуация вызвала необходимость пересмысления проблем научного познания, его природы и характера познающего субъекта, личности и ее бытийных характеристик. В силу этих изменений возникает такой интересный факт – совершенно различные до своей противоположности философские системы ограничивают действия научного субъекта сферой феноменов. Это является общей точкой соприкосновения иррационалистской, антисцентистской философии, философии жизни, рационалистской, сциентистской, империстской философии, позитивизма, неокантианства, феноменологии и так далее. В этой связи весьма плодотворным является критика в рамках позитивизма гносеологических парадигм научного познания, как достаточно наивных. Науки классического периода, с одной стороны, и критика научного познания, как упрощение двойного конструирования объекта философии жизни, с другой стороны. В этой связи особый интерес представляют позиции Бергсона и Дильтия, критика позитивизма Гусерлем, критика Куайном логического позитивизма. Такая переоценка природы научного знания, возможности познающего субъекта, механизмов научного сознания, что, в принципе, было намечено в рамках немецкой классической философии, подготовила существенные изменения в методологическом сознании XX века, что в явном виде было отражено представителями интерналистской и экстерналистской модели развития науки. Более существенным выводом является вывод о подготовке методологического сознания к признанию в конечном счете и рационального характера научного знания. Как в свое время гегелевская система выросла из преодоления гносеологической односторонности кантовской системы, так в конце XIX века в рамках неокантианства зарождается неогегельянство. Показ эволюции неокантианства в неогегельянство проводится как эволюция неокантианства Марбурской и Бадинской школы из методологической программы в мировоззренческую. Такая эволюция методологических программ представляется как характерная для методологического сознания XX века. Наиболее яркие тому примеры – эволюция Гусерля, логического позитивизма, анализ культуры нейратом, школа Куайна, лингвистической и аналитической философии школы Поппера. Эволюция неокантианства в неогегельянство объясняется не только отказом от вещи в себе, но и возрождением принципа тождества бытия и мышления. Поэтому с самого начала неогегельянство возникает как методологическая и мировоззренческая программа. Возрождение принципа тождества бытия и мышления – это уже не просто повтор гегелевской антологизации логического субъекта. Происходит сознательный последовательный отказ от гегельского панрационализма и панлогизма. Неогегельянская антология исходит из признания иррационального устройства мира. Отсюда и в самой структуре познающего субъекта иррациональность – внелогичность занимает важное место – имеется в виду традиционная логика и традиционный рационализм. Это касается не только евристики, контекста открытия, но и построения и функционирования самой научной теории. Выделение методологической схемы структурирования материала материи придает теории внешний рациональный характер. Но сама научная теория своими корнями уходит в иррациональность чувственного материала. С одной стороны, а с другой стороны, ее теоретические основания в конечном счете постулируются, а не выводятся. Таким образом, на данных программах показывается превращение методологических программ в мировоззренческие и подготовленность методологического сознания к признанию рациональности в нелогичности научного знания. В своей эволюции Гусерль продемонстрировал достаточно типичную ситуацию для методологического сознания XX века. Начиная свою философскую карьеру как сторонник крайнего сциентизма и рационализма, Гусерль заканчивает ее как противник сциентизма и традиционного рационализма. По сути дела, его методологическая программа превращается в мировоззренческую доктрину, близкую к экзистенциализму. Анализ гусерльевского построения наукоучения вызывает повышенный интерес, если он проводится в сравнении с такими мощными методологическими доктринами, как конвенционалистская программа Пуанкаре и Пьера Дюгема конструктивистской программы Ейнштейна. Данные программы в ходе своей эволюции сумели сохранить свой традиционный рационалистский и сциентистский характер в рамках интерналистской модели развития науки. Теория экзистенциализма анализируется как нетрадиционная философия, для которой уже не работают методологические наработки прежней традиционной философии, в том числе и разделение на антологию и гносиологию. Теория экзистенциализма представлена как естественное развитие феноменологического подхода Гусерля. Экзистенциализм – это универсальная теория личности. Теория личности экзистенциализма оригинальна и специфична. Необходимо подчеркнуть, что понятие теории в применении к экзистенциализму используются в достаточно условном смысле. Специфичность экзистенциалистской теории заключается и в том, что это не вариант рациональной понятийной формы мышления научного сознания. Категории и формы научного мышления используются экзистенциализмом, его теоретическим вариантом, как средство изображения бытийных характеристик отдельных личностей. Также, как используются краски художникам для изображения портрета отдельного человека, а не человека вообще. В этой связи нетрадиционно представляется познание как способ бытия, а истина как способ переживания этого бытия. Более конкретный анализ экзистенциалистской теории как теоретического знания и познающего субъекта как субъекта, творящего мир, основан на творчестве Хайдегера, Ясперса, Сартра. По сути дела, в рамках феноменологического подхода экзистенциалистской теории раскрываются возможности антисцентистского и рационального подхода к познанию. Конвенциональное принятие и построение научной теории как методологическая норма, как специфика современной науки, было признано всеми ведущими методологами XX века различных направлений. Этому способствовала целая совокупность особенностей современной науки, резкое возрастание абстрактности и степени общности естественно-научных теорий. Использование учеными гипотезы в качестве необходимой и важнейшей формы научного знания, ломка и пересмотр понятий классической науки, называвшихся до толя абсолютно незыблемыми. Отказ от одних фундаментальных понятий, изменение содержания других, конвенциональность языка семантики научных терминов, осознание многозначного характера связи теории и эмпирического материала. Резкое возрастание конкурирующих теорий и в этой связи, резкое возрастание значения проблемы выбора и значения внеэмпирических критериев оценки теории, простоты, красоты, удобства, изящества и так далее. Конвенциональное понимание природы научного знания и знания вообще является яркой демонстрацией того факта, что наука — это творение рук человеческих. Этот, казалось бы, простой, до своей банальности факт, требует своего обоснования с различных позиций. Не случайно, что вопрос конвенциальности научного знания впервые был поднят в конце XIX века в рамках религиозного философствования неогигельянцем и неатомистом Эдуардом Леруа. Сам конвенционализм уходит своими корнями в средневековую концепцию двух родов истин. Научные истины, являясь результатом одного из видов человеческой деятельности, не могут быть абсолютным. Конвенциональное, то есть человеческая природа человеческого знания — это то, от чего отказался ранний Гусерль, это то, к чему пришел поздний Гусерль, выступая за о человечине и европейской науке. Это также просматривается в теоретической версии экзистенциализма. Эти идеи, как ни странно, на первый взгляд, ярко раскрываются в позитивистских и близких к ним течениях. Несмотря на их достаточно жесткий сцентизм, достаточно традиционный эмпиризм и интерналистское понимание научного знания ими. Тем не менее, признается и рациональная компонента в самой структуре научного знания, для преодоления которой и служит конвенция. В зависимости от автора, работа этих конвенций рассматривается на эмпирическом или теоретическом уровнях знания. Наиболее демонстративно, в рамках постпозитивистской методологии науки, иррациональный характер научного знания раскрывается в трудах Попера и его многочисленных учеников и сторонников, которые развили самостоятельные идеи, далеко выходящие за рамки поперовской школы. Таким образом, признание конвенциональности научного знания с циентистскими и антисциентистскими философскими направлениями свидетельствует о признании вхождения и рациональной компоненты в структуру научного знания. Причиной этого является субъект науки, то есть человек. Для классической и неклассической эпистемологии главным героем познавательного процесса является трансцендентальный субъект или логический субъект, имперсонифицированный субъект, в любом случае обезличенный субъект. Главной темой в эпистемологии является тема взаимоотношений теоретического и эмпирического как видов знаний и как уровни познания. Определяющей моделью познания является субъектно-объектная модель. Для эпистемологии в целом определяющим предметом является логически препарированная сфера чистой субъектности, наиболее демонстративна у Канта и Гусерля. В рамках эпистемологии, в особенности классической эпистемологии, произошел жесткий отказ от эмпирического субъекта познания, от живого непосредственного участника познавательного процесса и, по сути дела, творца науки. В рамках мировоззренческой программы эпистемологии этот эмпирический субъект не обладает когнитивной ценностью. Оттого он исключен из методологической программы эпистемологии, ему там не место. Это объясняется и господством ценностно-мировоззренческих установок, связанных со сциентистской моделью знания в том числе. И философского знания этого не смогли преодолеть даже такие критики сциентизма, как Ницше и Бергсон, и с интерналистской, автономной моделью развития науки. Хотя перемены, обращения к эмпирическому субъекту были намечены уже в рамках самой эпистемологии, к примеру, у позднего Канта в его лекциях по антропологии, у позднего Гусерля в его кризисе европейских наук. Это можно встретить в эмпириокритицизме у позитивиста Маха и в философии жизни Дильтия в их обращении к психологической стороне научного творчества. Большие перспективы открывает и конвенционалистская методология в силу удачного сочетания антропологичности в подходе к познавательным процессам с требованиями научности и теоретических построений. Надежды, связанные с обращением к анализу познавательной деятельности эмпирического субъекта, наметились с появлением и развитием позитивизма во всех его трех апостасях и постпозитивизмом. Но этого не случилось. И мне удалось в полной мере выйти за рамки трансцендентального субъекта и за рамки проблемы теоретического эмпирического и за рамки интерналистской модели науки. Только с конца XX века, в эпоху постнеклассической науки, начали происходить достаточно существенные изменения мировоззренческих программ, философских направлений, что повлекло изменения и методологических программ и ценностных установок. Но это является заслугой не только философской мысли, но и современной социологии науки современного науковедения, когнитивной психологии. Подводя итоги вышеизложенному, можно сказать следующее. Первое. Обнаружение взаимосвязи и условий познания с формами, задачами и направленностью процесса познания. Формирование новой субъектно-объектной модели познания, нетрадиционной для предыдущих философских направлений, полный отказ от просветительских установок в понимании статуса науки, ее возможностей и границ научного познания. Такое начало критического подхода к науке и научному познанию, по сути дела, означает формирование новых ценностных мировоззренческих ориентиров в условиях меняющегося социокультурного контекста эпохи. Второе. Изменения социокультурного контекста привели к тому, что ученый стал массовой профессией. Возросло скептицистское отношение к характеру научного познания и творчества, понизился социальный статус ученого, истина. Сформировался новый ценностный мировоззренческий подход для осмысления этих изменений. Такого рода обстоятельства создали поисковую ситуацию, которая в свою очередь потребовала критического отношения как к прошлому, так и к настоящему. Ответом на данную поисковую ситуацию послужило создание новых философских концепций с нетрадиционным соотношением мировоззренческих и методологических программ. Отсюда нигилизм в отношении к научному познанию, к использованию его результатов и деятельности ученого. Эта ценностная установка в концептуальном отношении смогла реализоваться лишь через подчеркнуто выпуклую постановку проблемы активности субъекта и творческого конструирующего характера познавательной деятельности. Активность субъекта познания отождествляется с активностью субъекта в деятельности, где не различается субъективное, объективное начало, и, как следствие, объективное предстает в виде объективированной активности субъекта. Последнее признается единственно существующей в действительности, что отражается в формировании нового отношения к мировоззренческо-гносеологической проблематике. Третье. Попытки выяснить возможности конструирующей деятельности разума раскрывают не только важные моменты в механизме исследовательской работы ученых-теоретиков, но и приводят к эволюции самих этих философских исследований. Обращение к методологии научного познания как к главному предмету философствования становится возможным тогда, когда социальная роль науки стала значимой. Когда наука становится чрезвычайно важным элементом в жизни общества, оказывается, что изучение методологических проблем науки и в социальном плане делается важным. Невольно происходит подмена. Результаты исследований методологии научного познания, то есть научного сознания, объявляются особенностями мышления вообще. Так, новые философские направления возникают как жестко-сцентистские ориентированные системы с выдвижением оригинальной методологической программы, в которой они пытаются совершенно по-новому переосмыслить весь комплекс научного знания. Согласно этой программе изменяется и сама постановка гносиологических задач. Четвертое. Стремление понять бытие строго рационалистски привело к нарастанию иррациональности в теоретических построениях сциентистски ориентированных философов и методологов науки, признанию иррациональности того реального мира, в котором живет каждый. В процессе этих исследований становится ясным, что познание есть нечто принадлежащее быть у субъекта, а в таком случае критерий научного познания не может не быть субъективным. Эта общая установка, общее настроение ведут к двум типам выводов и результатов. С одной стороны, к выводу об окончательном и безысходном тупике научного подхода и научного мышления в целом, отсюда антисцентизм ультралевых гуманитариев наших дней. С другой стороны, к попыткам переориентировать научное мышление, так изменив и дополнив. Его предмет и метод, чтобы человеческие проблемы стали ему доступными. Такая эволюция вполне демонстративна и типична для философствования сциентистски ориентированных методологических программ. Пятое. Переориентация традиционного противопоставления методологических и мировоззренческих программ ведет к появлению множественности вариантов синтеза этих программ в единую целостную конструкцию программ, среди которых выделяется конвенционализм, соединяющий в себе человекомерность процесса научного познания с требованиями научности теоретических построений, интегрирующие методологические и ценностно-психологические установки. Шестое. Интерес к проблеме конвенции в научном познании обусловлен, с одной стороны, бурным развитием современного научного знания, усложнением его структуры, созданием высокоабстрактных теоретических концепций, с другой – ростом методологической рефлексии науки, стремлением науки осознать свои гносеологические основания. Конвенциональное понимание природы научного знания и знания вообще является яркой демонстрацией того факта, что наука есть результат человеческого творчества. Включенности самого человека, а не просто обезличено логического субъекта в непосредственный процесс научного познания. Седьмое. В условиях интерпретации феномена человекомерности постнеклассической, междисциплинарно организованной и проблемно ориентированной науки, задать меру и степень человеческого присутствия в научном познании без потери статуса научности позволяет конвенционалистская методология. Синтезирующая и человечность, и научность, и коммуникационность научно-познавательной деятельности. Введение. Анализируя историю гражданского общества, мы можем с уверенностью сказать, что ни одна сфера светской культуры не оказала столь существенного и динамичного влияния на общество, как наука. И в нашем мировоззрении, и в мире окружающих нас вещей, мы повсеместно имеем дело с последствиями ее развития. Со многими из них мы настолько срослись, что уже не склонны их замечать или тем более видеть в них особые достижения. Развитие науки радикальным образом преобразило не только быт людей, но и принципиально повлияло на становление и развитие всей цивилизации, не обойдя своим влиянием ни одну сферу деятельности человека. Соединяясь с другими социальными институтами, наука становится активным практико-ориентированным субъектом преобразования материального мира путем создания на основе научных знаний, новой техники и технологий. Помимо огромной практической роли, важное значение имеют методологические, эпистемологические, семиотические и мировоззренческие функции науки. Как показали регулярно проходящие международные конгрессы по проблемам логики, методологии и философии науки, исследователи, ориентированные сугубо сциентистски, встречаются с серьезными трудностями. Такой вывод обусловлен откровенными неудачами методологии логического позитивизма, а также неудовлетворенностью постпозитивистскими новациями. Наличием существенных трудностей исторической школы, непреодолимых, в первую очередь из-за субъективистских и релятивистских тенденций в их философских основаниях. Не смогли решить удовлетворительно проблемы философских предпосылок и такие известные представители методологии, как Поппер и его последователи, хотя ими проанализирован ряд фундаментальных вопросов. Сегодня в западной философии непосредственно столкнулись с необходимостью учесть в моделях роста знания не только внутри научной связи теорий и их взаимодействия с опытом, но и влияние на этот процесс философских, мировоззренческих и иных факторов социокультурного характера. Одной из центральных проблем современной философии является переосмысление природы и статуса субъекта научного познания в направлении не только признания принципиально-социального характера субъекта научной деятельности. Признание за ним не просто активной роли в моделировании познаваемой им реальности, но и творящей научное знание инстанции. Наука предстает многомерным, системно организованным объектом, познание которого вне взаимозависимости различных элементов, составляющих культуру, просто невозможно. Современные модели науки учитывают социальный характер субъекта научного познания и научной деятельности, фундаментальную роль научных коммуникаций в процессе создания и утверждения научных концепций. Первостепенное эпистемологическое значение на всех этапах научного познания — введение значительного количества научных конвенций, утверждаемых на основе коллективного научного разума. Изучая научную деятельность, необходимо учитывать не только субъект объектные отношения, определяемые во многом содержанием изучаемых объектов, но и межсубъектные когнитивные коммуникации. Необходимыми и центральными элементами внутри научных когнитивных коммуникаций являются разнообразные и многочисленные научные конвенции, предлагаемые и принимаемые или не принимаемые членами научного сообщества. Совокупность научных конвенций в отдельной науке или научной дисциплине представляет собой систему достаточно консервативную, но вместе с тем принципиально открытую к ведению новых конвенций и изменению или отказу от старых. Механизмом, регулирующим этот процесс, является научный консенсус. Его выработка занимает определенное, иногда длительное время, а на его результат влияют не только логика и эмпирические факторы, но и социальные, мировоззренческие и прагматические установки и предпочтения ученых. Без фундаментальной философской рефлексии природы научных конвенций и их особой роли в процессе научного познания невозможно построить адекватные реальные науки, модели ее структуры и развития. Изучение существенных изменений процесса современного научного познания и рефлексии этих новаций методологическим сознанием способны дать новые импульсы развитию философского знания. Изучение изменений, происходящих в методологии науки, в особенности в условиях формирования полинарности моделей познания, требует ресурсов различных разделов философского знания, логики, теории познания, философской антропологии, этики и другие. И тем самым выполняет интегрирующую функцию философии. Анализ эволюции методологического сознания, природы знания и переосмысления статуса познающего субъекта – один из самых важных путей самопознания философии. В эпоху, когда происходит смена типов рациональности, ориентация познавательных процессов не только на истинность и нормативность, но и на различные типы ценностей, особое значение приобретают усилия, направленные на построение систематизирующих и синтезирующих методологических концепций. В отечественной литературе широкое обсуждение вопроса о соотношении ценностного и познавательного началось еще в 60-е годы XX века. Результатом этого обсуждения в рамках марксистской философской парадигмы стал вывод об их нерасторжимой взаимосвязи, о принципиальной включенности ценностно-нормативных компонентов в познавательный процесс и в само знание. Это положение было зафиксировано в работах Копнина, Коршунова, Любутина и других. Предметом изучения в этих работах были субъект и объект как элементы ценностного отношения вообще, а также социально-исторические цели и идеалы, нормы и представления, в соответствии с которыми субъект осуществляет отнесение к ценностям любой, в том числе и познавательной деятельности. Однако уже в 70-е, 80-е годы XX века в обсуждении этой проблематики наблюдается переход от общих эпистемологических исследований ценностного и познавательного к выявлению конкретных форм, факторов, способов взаимодействия когнитивного и ценностного именно в научном познании, исследования Матрашиловой, Гайденко, Библера, Степина, Огурцова, Юдина и другие. Несмотря на то, что ценностный подход к научному познанию приобрел сегодня права гражданства, здесь еще много нерешенных и спорных проблем. В ряду таких проблем соотношение истины и ценности соотношения субъективного и объективного в научном знании, способы выдвижения и принятия в науке концепций, претендующих на истинность и универсальность, роль и функции научных конвенций в производстве и динамики научного знания. Адекватная оценка конвенционалистских концепций и стратегий, философии и методологии наук. Пуанкаре, Тискарнеп, Куайн, представители современного радикального конструктивизма, Вацлавик, Глазерфельд, Матурана, фон Ферстер и другие. В отечественной философской литературе значительное внимание уделяется анализу собственно познавательных ценностей. Ценность науки, по мнению многочисленных исследователей, определяется тем, что она есть высшее, специфически человеческое средство ориентации человека в жизненно-практической сфере. Развитие теории познания, введение новых средств, методов, расширение предметного поля этой области философского знания предполагают трактовку самого познания как процесса, включенного в исторически определенные формы предметно-практической деятельности и коммуникаций. Не последнее место в этом процессе занимает анализ возникновения и развития новых методологических направлений, реализующих поле деятельности эволюционирующего методологического сознания, примером чему является анализ конвенционалистской методологии науки. Конвенциональное принятие и построение научной теории как методологическая норма, как специфика современной науки, было признано всеми ведущими методологами XX века различных направлений. Этому способствовала целая совокупность особенностей современной науки, как то, резкое возрастание абстрактности и степени общности естественно-научных теорий. Использование учеными гипотезы в качестве необходимой и важнейшей формы научного знания, ломка и пересмотр понятий классической науки, казавшихся дотоле абсолютно незыблемыми. Отказ от одних фундаментальных понятий, изменение содержания других, конвенциональности языка семантики научных терминов. Осознание многозначного характера, связи теории и эмпирического материала, резкое возрастание значения конкурирующих теорий и в этой связи. Значение проблемы выбора и значение внеэмпирических критериев оценки теории, простоты, красоты, удобства, изящества и так далее. Конвенциональное понимание природы научного знания и знания вообще является яркой демонстрацией того факта, что наука — это творение рук человеческих. Этот, казалось бы, простой, даже банальный факт требует своего обоснования с различных позиций. Не случайно, что вопрос конвенциональной ности научного знания впервые был поднят в конце XIX века в рамках религиозного философствования неогигельянцем и неатомистом Эдуардом Леруа. Сам конвенционализм уходит своими корнями в средневековую концепцию двух родов истин. Научные истины, являясь результатом одного из видов человеческой деятельности, не могут быть абсолютом. Конвенциональное, то есть человеческая природа человеческого знания — это то, от чего отказался ранний Гусерль, это то, к чему пришел поздний Гусерль, выступая за гуманизацию европейской науки. Это также просматривается в теоретической версии экзистенциализма, впрочем, как и в более ранних направлениях, неклассического периода развития философской мысли. Эти идеи, как ни странно, на первый взгляд, ярко раскрываются в позитивистских и близких к ним течениях. Несмотря на их достаточно жесткий сцентизм и достаточно традиционный рационализм, а также интерналистское понимание научного знания. Ими, тем не менее, признается нерациональная компонента в самой структуре научного знания, для выявления которой и служит конвенция. В зависимости от точки зрения автора, работа этих конвенций рассматривается на эмпирическом или теоретическом уровнях знания. Наиболее демонстративно, в рамках постпозитивистской методологии науки, нерациональный характер научного знания раскрывается в трудах Попера и его многочисленных учеников и сторонников, которые развили самостоятельные идеи, далеко выходящие за рамки школы Попера. Таким образом, признание конвенциональности научного знания сцентистскими и антисцентистскими философскими направлениями свидетельствует о признании и вхождении нерациональных компонентов в структуру научного знания. Причиной этого является субъект науки, то есть человек с его исторически меняющимся интересом и исторически меняющийся ценностно-мировоззренческий климат эпохи. Вполне правомерен в этой связи возрастающий интерес к изучению логики научных исследований и выявлению вопросов, имеющих важное значение в дальнейшем исследовании компонентов самой науки, взятых в определенной системе социокультурных ориентаций. Среди них большой интерес представляет проблема вхождения условных элементов, конвенций в структуру строения и функционирования научных теорий. Интерес к проблеме конвенции в научном познании обусловлен, с одной стороны, бурным развитием современного научного знания, усложнением его структуры, созданием высокоабстрактных теоретических концепций, с другой – ростом методологической рефлексии науки, стремлением науки осознать свои гносиологические основания. Актуальность проблемы функционирования условных соглашений в научном познании определяется также необходимостью методологического анализа современной философии. Прежде всего, неопозитивизма и постпозитивизма, уделяющих большое внимание данной проблеме. Актуальность данной темы объясняется и тем, что с углублением познания наблюдается рост удельного веса конвенционального элемента в научном знании. Но это не произвол чистого мышления, а объективная характеристика научного познания. Как уже отмечалось, конвенция играет важную роль как в процессе научного поиска, так и в построении теории, и вполне возможно. Что позитивная разработка данной проблемы приведет к признанию методологическим сознанием конвенции как общенаучного метода, как познавательной процедуры, включающей в себя целую систему операций. Безусловно, что в самом простом случае конвенция – минимальная структура и минимальная процедура познавательного акта, даже если последний сводится к чисто вербальному акту, что зачастую при увлечении интерпретационным подходом неизбежно. Особенно ярко это раскрывается в понимании разума, теоретического сознания, как рефлексивного мышления, опосредованного языком и связанного с ним. Это конкретизируется в вербализированном. Акте понимания, связанного с рациональной объективацией и конституированием смысла. Такая постановка вопроса находит свое отражение в новых течениях философии языка, к примеру, в трансцендентальном прагматизме Апеля, где, по сути дела, язык рассматривается как отношение к отношениям, что актуально для проблематики и тематизации субъектно-субъектной модели познания. Эти моменты связаны с проблемой трансцендентального конституирования интерсубъективно значимого смысла вещей и явлений. Усиливаются в современной германифтической феноменологии при объяснении и установлении конвенций между учеными о тематизированных предметах и их исследовательских программах и являются ключом к проблеме обоснования и истинности суждений. Таким образом, теория познания перестает быть классической критикой познания в виде анализа познания и превращается в критику смысла, основанного на анализе знаков и их значений. Это предполагает и иное рассмотрение соотношения познавательной и коммуникативной функций языка, не как их сочетание или простого взаимодействия, а как единого процесса в познавательных процедурах, в общении, в экзистенциальном разговоре, в артикуляции мира и так далее. Основная трудность, с которой сталкивается позитивная разработка проблемы конвенций – соединение объективных параметров самой природы знаний и творческих возможностей познающего субъекта. Решение этой проблемы является ключом к решению вопроса об объективных границах конвенции и ее роли в научном познании. Многие вопросы, связанные с исследованием структуры, функций и развития научных теорий, интенсивно разрабатываются в отечественной методологической литературе. Здесь достигнуты значительные результаты и высказаны немало интересных и плодотворных идей. Что же касается проблемы конвенций, то в работах современных философов позитивная разработка данной проблемы находится только на начальном этапе. Поэтому до сих пор в понимании природы условных соглашений и их функций остается много неясностей, трудностей и нерешенных вопросов. Некоторые авторы порой даже строго не различают понятия конвенция, конвенционализм и употребляют их как синонимы. За редким исключением и в мировой, и в отечественной литературе отсутствуют даже попытки дать четкое определение понятию конвенция. Обычно авторы пользуются такими синонимичными выражениями, как конвенция, конвенциональность, конвенциональный элемент, условность, условное соглашение, полагаясь на интуицию читателя и контекст работы. По сути дела, все эти выражения являются буквальным переводом с латинского языка термина «конвенция», введенного в философскую методологию Леруа и Пуанкаре. В качестве рабочего определения конвенции можно предложить следующее. Конвенция – методологический прием, характеризующий принятие решения в силу необходимости выбора или с целью устранения неопределенности. Как правило, абсолютное большинство исследователей ограничиваются лишь критикой конвенционализма, указанием на его субъективистский характер. Это, конечно, верно, но самая убедительная критика, как известно, позитивная разработка тех проблем, из которых выросла конвенционалистская методология науки. Среди отечественных философов, которые внесли наиболее существенный вклад в позитивную разработку проблемы конвенции, необходимо выделить в первую очередь работа Чудинова и Молчанова, Коршунова, Монтатова, Александрова, Аскина, Ахутина, Баженова, Барашенкова, Богомолова, Бондаренко, Виноградова, Горского, Гусева, Добронравова, Дошлевого, Кедрова, Кравченко, Кузнецова, Лебедева, Мамчур, Мандельштама, Маркова, Милюхина, Мякишева, Налимова, Нарского, Амельяновского, Павильониса, Панина, Петрова, Поповича, Слемнева, Смирнова, Смирновой, Степина, Тяпкина, Уемова, Фока, Шалютина, Швырева, Яновской и других. В западной периодической печати регулярно публикуются статьи по интересующей нас проблеме, но эти работы носят описательный характер и, как правило, посвящены критике классиков конвенционализма, их крайностей с позиции ослабленного конвенционализма. Так, из западных исследователей необходимо выделить Айдукевича, Блэка, Больцмана, Борна, Боумена, Дебройля, Бунге, Бурбаки, Галилея, Гегеля, Гизенберга, Голда, Грюнбаума, Динглера, Дюгема, Карнепа, Куайна, Куна, Лакатаса, Планка, Попера, Пуанкаре, Рассела, Рихенбаха, Селмана, Уитроум, Фейрабенда, Фраасена, Фринеля, Шафа, Эйнштейна, Элиса, Юма и других. Но это лишь внешнее проявление неразработанности данной темы. Суть же проблемы заключается в необходимости выяснения объективных оснований условных соглашений, границ правомерности их применения. А также в необходимости выделить основные разновидности конвенций и раскрыть механизмы их функционирования на различных уровнях научного знания, в различных формах научного познания, с учетом ценностной мотивации их выбора и применения. Основная цель – раскрытие взаимодействия методологических и мировоззренческих программ философских направлений в современном научном познании. Осуществление данной цели потребовало решения следующих основных задач. Первое. Раскрыть меру и степень человеческого присутствия в научном познании без потери статуса научности на фоне интерпретации феномена человекомерности постнеклассической науки. Второе. Рассмотреть включенность в когнитивные процессы ценностно-мировоззренческих компонентов, выполнение ими не только функций регулирующих принципов, но и функций внутренних факторов развития науки. Третье. Представить конвенционализм как методологическую рефлексию попыток синтеза человекомерности процесса научного познания с требованиями научности к построению теоретических концепций. Методология исследования определяется подходом к рассматриваемым явлениям как целостным феноменом, неразрывно связанным с культурно-историческим контекстом. Поэтому в качестве основных методов исследования выступают исторический и системно-структурный. Использованы также методы сравнительного анализа, рациональной реконструкции, логической рефлексии и экспликации. Научная новизна заключается в следующем. Первое. Превращение методологических программ в мировоззренческие представлено как типическая черта современного философствования. Продемонстрирована зависимость познавательных задач от ценностных установок и включенность в этот процесс бытия самого познающего субъекта. Второе. Установлено, что переориентация традиционного противопоставления методологических и мировоззренческих программ ведет к множественности вариантов синтеза этих программ в единую целостную конструкцию, где выделяется конвенционализм, соединяющий в себе человекомерность процесса научного познания с требованиями научности к теоретическим построениям, интегрирующей методологические и ценностно-психологические установки. Электронная и печатная версии книги по ссылкам в описании. Озвучено с помощью iBooks.ru